Я вчера была, когда Ника на предпоказе фильма Капитан Марвел, там был тоже Рыжий Кот. Там такой сюжет, ну короче, прикольная такая деталька была с этим котом. Тебе надо обязательно его посмотреть. Если что вдвоем пойдем, если нет, то с друзьями пойдешь, обязательно посмотри с нами. О, всем привет! Я только вроде бы подсоединилась. Я ненадолго, мы сейчас зашли покушать, и Демка попросился в игровую. Поэтому я говорю, ну ладно, давай 10 минут и типа поедем, потому что мы уже поели. Устала так, ходили по магазинам, я выбрала себе один наряд. Я выложу пост. В посте покажу несколько нарядов, а вы попробуйте угадать, что я выбрала. Прям интересно. Дема в сад пока не ходит, но вот пойдет уже, наверное, в середине марта, наверное, отправлю. Кстати, в Лавине очень много магазинов, и в принципе, если надо покупать вещи, то надо приезжать сюда. Тут вон скоро будет открытие де-факто. Это я когда была в, как бы сказать, в Стамбуле, когда я была в Пишеневе, это вещи турецкие де-факто. Они дорогие, они наподобие в Айкике, но в принципе более-менее качественные. Привет, привет, привет. Все присоединяются. Но я, правда, ненадолго, если честно. Олечка, привет. Твой любимый аромат на данный момент. Шапоголик. Ну, мне нравится Варшава, наверное, вот это из одних моих самых любимых, пир-дистанс. Доминика учит второй иностранный язык в школе. Раньше у нее было два языка, сейчас один, английский. Но она самостоятельно учит еще французский и японский. Так, муравьев. Муравьи, разве от них возможно избавиться? Я избавилась. Причем, когда я переехала, они были кругом. Ну, то есть у меня такое ощущение, что мы переехали вообще в такую избушку. Ну, в плане как, дом-то новый, но он был незаконченный. Стояли только стены и был только обои. И все, больше ничего не было. На одной стене даже этого не было. Муравьи, мыши, боже, это какой-то капец. Я вспоминаю сейчас это все, думаю, как, как. А потом, вроде бы, знаете, и все прошло. И от муравьев быстро избавилась. Я написала там одной девочке, как я избавилась. Вот, я тогда продублирую еще раз. Так, привет из Москвы. Привет. В Москву надо. Ну, как, так не надо, но хочется съездить. Потом едем домой, потому что что-то уставше. Классно выглядишь. Спасибо. Я спала днем с детьми, два с половиной часа. Я тебе так завидую. Я проснулась, и я хотела спать. Меня Дема, во-первых, еле разбудил. У меня занял будильник Ники, надо было в школу. Ника начала жаловаться на боль в животе. Я говорю, ладно, пойдешь, типа, на второй урок. Второй урок, типа, не, мам не помогает. Я даю ей, ну, типа, как, не проходит. Я даю ей ножку. Говорю, хорошо, пойдешь на третий урок. Ножка помогает. Она, блин, ну, мам, ну, не отправляй меня, типа, в школу. Ну, если у меня болит живот, что ты меня, типа, будешь отправлять? Ну, ладно, говорю, хорошо. Я говорю, ну, а что делать? Она, я полежу. Полежала, полежала, вот, и уже, как бы, был обед. Я говорю, ну, что мы будем дома? Говорю, поехали. Ну, вот, приехали в этот, в Лавину. Прикольный, конечно, торговый центр, мне нравится. Ну, блин, так далеко от дома. Поэтому, к чему я это? Я так хотела спать, но понимала, что или надо ехать, или надо спать. Но Дему не положить, спать было, поэтому мы уехали. Я так хочу спать, ты не представляешь. Анечка, как относитесь к выражению, если бы захотела, он был бы твой? Отношусь, это неправда. Если женщина хочет, это не обязательно, что мужчина будет рядом. У мужчины может быть масса отговорок, отмазок, ну, это как бы, если вдруг. Может быть, просто нежелание. Может быть, масса причин, по которым он не будет с девушкой. Какому такое? Так, спасибо, спасибо, спасибо. Привет, очень хорошо выглядишь, как погода. Пасмурно. Ну, вот. Спасибо за комплимент. Привет из Иркутска. Привет. Во сколько ты стоишь? По-разному, но обычно в 7. Привет, какая ты красавица. Самая красивая мамочка. Танюша, спасибо большое. Как твой малыш? Сколько ему уже? Что? А вот я пост выложу и вам покажу, что именно. То есть вы сами угадаете. Это все погода, я так давно не спала долго днем. Я бы с удовольствием сейчас сама это сделаю. Аня, что можешь сказать на тему энергии денег, как раскрутить денежный поток? Ну, вообще, есть несколько способов. Надо убирать блоки, надо убирать разные, надо пост тоже написать. Боже, сколько можно всего писать? Надо написать, потому что ты так не расскажешь, как бы. Какие магазины одежды любишь? Я люблю Катон, я люблю Манго, я люблю H&M. Ну, это из масс-маркета. Вот, что еще? Зару. Мне нравятся в Заре фасоны, но мне не нравятся качества. Что еще? Не знаю. Я не на ПП. 10 месяцев и 11 400 счастья. Класс, лучше. Это здорово. Скоро годик. Умничка. Ты большой молодец. Как замотивировать себя на похудение? Ну, я думаю, что это знаете только вы. У каждого просто разные мотиваторы. У кого-то подруга худая, а у кого-то желание выглядеть на пляже офигенно. У кого-то просто для себя, а у кого-то для мужчины по-разному. Анют, в Аймалина сидите ли рядом? У меня второй этаж с кафешками в Лавине. Мы сидим в Песта-кафе, потому что тут игровая хорошая. Но как обслуживание мне здесь вообще не нравится. Привет, когда будет видео о работе, я очень жду. Да, я знаю, что я обещала, но я ж только вот еще капельница у меня уже закончилась. У меня осталось еще 11 колов в попу. В принципе, я уже нормально обещалась более-менее. То есть, ну, как бы, чтобы снять такое видео, надо словарный запас хороший. А тут у меня сейчас такая проблема после, перед капельницами у меня, ну, я забывала слова. То есть, я вспоминала, это было очень, ну, как-то снимать видео и бэкать-мэкать не очень хочется. Привет, привет. Тебе нужно побольше отдыхать? На самом деле, да. В данный момент, тем более, когда ты колешься, ну, то есть, я имею в виду, проходишь курс лечения, то, конечно, обязательно это надо. Вот, поэтому надо. Только как это сделать, вопрос. Ты совсем же по весеннему. Да, сегодня я прям по весеннему. Почему? Потому что я знала, что я буду примерять одежду, а когда примеришь одежду, всегда жарко. Поэтому я надела на себя майку и кардиган и джинсы. И, в принципе, довольна. Я уже так хочу, чтобы было тепло, весна. И я вот думаю, покупать пальто или нет. Оль, кстати, пальто, в котором ты вчера была, это откуда? Мне оно очень понравилось. Оно вот именно моего стиля. Оно такого цвета классного, фасона. Оно подходит и под классику, и под кроссовки. Прям очень мне понравилось. Сними видео о своих украшениях. Смотрите, у меня уже спрашивали. Я, в принципе, могу снять. Только единственное, что я половину не помню, где я покупала. В Европе я заходила почти в каждый магазин. И почти в каждом покупала какую-то безделушку именно, ну, бижутерию. Поэтому я не знаю. Я могу просто показать, что у меня есть для того, чтобы вдохновились. Подсказать, где я купила. Я, кстати, заходила в Катон. Может, я в Катоне тоже кое-что покупала. И в Ищей Дэм. У нас нету. А в Европе там такие классные серги. Там половина сережек, которые у меня сейчас есть, такие красивые. Они вот именно оттуда. Что купили в Лавине или что понравилось? Я сниму. Не буду. Я не снимала. Я пофоткалась. Я вам выложу пост в нескольких нарядах. А вы... Я хочу, чтобы вы угадали, какой наряд я выбрала. А в Риме покупали их местный бренд. Блин. Очень, очень классное пальто. По скидке всего 50 евро. Где теперь такое найти? Мне очень понравилось. Ань, что у меня у вас за майка? Майку я купила в каком-то магазине у нас здесь в Киеве. Что поеду на скидке? Но я не помню в каком. А сейчас лезть за спину... Ладно. Я не вижу. Все, вижу. Be free. Майка с Be free. Так, привет. Очень нравятся бровки. Мне тоже. Хоть не умывайся, потому что оно смывается. Очень люблю твои видео об одежде. Безумно нравится твой стиль. Спасибо. Надо снимать. Буду в Милане. Могу тебе что-то там посмотреть. Ну, в принципе, мы с тобой как бы по телосложению одинаковое. Просто чуть-чуть выше. Ну, глянь мне, пожалуйста. Я хочу себе пальто. Ну, вот такое пальто. Знаешь, как... Вот это у тебя. Оно прикольно. Оно под все подходит. Это прям вообще такая классная базовая вещь. Милане. Боже, Милан. Ань, ты поддерживаешь какие-то отношения со свекровью? Нет. Максимум только поздравления на праздник. Передавайте привет Казахстану, город Астана, пожалуйста. Передаю привет Казахстану, Вастану. Ань, а надо что-то делать с количеством твоих подписчиков? Думаю, неделя влогов поможет. Девочки, поддержите, хотя неделя влогов. Девочки, чтобы... Я вам просто объясню. Как мне сказали в Air, мне надо, чтобы обо мне больше узнавали. Только так. Тут даже если не будет... У меня были недели влогов. И вот эта вот предыдущая неделя, там было 6 видео в неделю. То есть, ну, почти неделя. Дело не в этом. Дело в том, что я не даю рекламу. У меня нету... То есть, у меня в основном все взрослые девочки. То есть, моего возраста, младше или старше. Нету, как бы, малышей, таких подростков, да, как Доминика. Ну, видимо, я им неинтересна. Может быть, они обо мне не знают. Мы пытались в Air разобраться. Почему и что и как. Это просто надо, как мне сказали. Говорят, попроси подписчиков. Пусть они делятся твоими видео в своих сетях, рассказывают о тебе. И тогда люди будут подписываться, если ты им, как бы, будешь импонировать. Поэтому, да, я хочу, чтобы... Понимаете, тут такая ситуация. Если будет большое количество подписчиков, я смогу обратиться в строительные компании и сказать, ребят, давайте так, как бы, бартер. Вы мне делаете ремонт, а я снимаю, что вы делаете. И очень многие идут на это. Ну, надо хотя бы 50 тысяч, а у меня 28. Два раза. Аня, Аня, Аня. Если родственники мужа тебя, мягко говоря, недолюбливают, но он заставляет тебя с ними общаться и закрывает на это глаз. Все это и закрывает на это глаза. Как бы ты поступила? Я в тупике. Ну, у меня, конечно, не такой случай. У меня нету, слава богу, да, такого. Как бы я поступила? Ну, я из тех людей, которые... Я мягкая, я могу подстроиться. Ради уважения супруга я бы общалась, улыбалась. Но не было бы подхоленства и не было бы наигранной улыбки. То есть, как бы, я бы была просто, как бы, ну, воспитана и мягка. Почему? Потому что, ну, это, как бы, близкие моего мужа, например, да, а мой муж близки мне. То есть, это дорогой мне человек. Я бы не хотела, чтобы он расстраивался. Но если уже, там, конкретно бы меня, там, обижали или, там, оскорбляли, например, да, ты бы бы сказала, мне неприятно, пожалей меня, потому что, ну, как бы, меня это расстраивает. Вот. Но в любом случае я бы попыталась найти какой-то компромисс, да, потому что он же ведь тоже между двух огней. Он, как бы, любит и свою семью, и любит вас. Поэтому чуть-чуть войдите в его положение. Второй день смотрю вас здесь, на ютубе. Случайно наткнулось. Так понравились видео вы, приятно смотреть. Боже, как приятно. Спасибо большое. Что за пальто? Все, пошла реклама пальто Олиного. Очень классное пальто. Такое, ну, у Оли просто закрытый аккаунт. У нее там только, как бы, друзья, близкие, родные, знакомые. Вот. Поэтому, ну, как бы. Поэтому, ну, вот, если Оля сбросит мне фотографию свою в пальто, я выставлю в сториз. Очень классное пальто. Может, ставить рекламу в инсте? Я уже вставляла рекламу в инсте, не работает. У меня в инстаграм подписчики вообще стоят? Вообще. Они подписываются, но число подписчиков не растет. Значит, кто-то подписывается. Ну, как бы, инстаграм у меня вообще такой, он просто вот ровно, ровно. У меня 16, 16, 650. 16, 49, 16, ну, 48, 49, 50. Вот. И, как бы, вот эти вот 2-3 человека гуляют. И все. Он стоит. Не знаю, почему. Выкинул полшкафа. Жду видео. Выкинула, наверное. А то, я думаю, мужчина выкинул полшкафа. Жду видео об одежде. Очень вдохновляет. Очень жду. Хорошо. Ань, о чем бы ты хотела написать книгу? Я уже думала по этому поводу. Я хотела бы писать рассказы о жизни. Ну, то есть, знаете как? Не прям книгу об одном герое, да, ну, я имею в виду сплетение героев. А такие, как бы, небольшие рассказики, знаете, как из своей жизни, из жизни своих, как бы, каких-то, может быть, знакомых. Потому что, послушая истории своих знакомых, близких, там, друзей, ваши, потому что вы мне пишете такие иногда истории, что думаю, о, боже, реально можно писать книги и снимать фильмы. Поэтому, вот, вот я бы так сделала. Нашла ваш ответ про мурашек под видео. Попробую. А то нет от них спасения. Ну, я надеюсь, что реально поможет. Мне помогло. Прям сразу же, моментально они ушли куда-то. Ника еще такая, они что, умерли? Потому что они попропадали. Ну, то есть, их не было. Трупики не валялись. Ой, сейчас, Тори, прорекламирую тебя. А, класс. Только у меня зависает эфир. Ну, может быть, от того, что здесь людей много, поэтому. Тоже хочу видеть, где что или как раньше, недельные руки. Я поняла, учла, сделаю. Ждем видео про это. Ой, я забыла про это видео тоже. Хотя у меня полматериала есть. На реприды планируешь куда-то поехать? Да. Я уже отвечала, да. Планирую пока куда. Еще не знаю. Это зависит от времени. А я, смотрите, а в Ютубе два года. А в Инстаграм подписалась только пару недель назад. И реально, ты тут другая. Я прям подсела на прямой эфир. Почему другая? Вроде бы такая же. Правда. А там чем я другая? Просто мне это интересно, ну, как, для понимания. Я же везде. Что там, что здесь, такая, какая есть. Радушность с эфирами, это круто. Да. Стараюсь. Какая-то красивая, очень вдохновляешь. Спасибо. Приятно. Ой, у меня телефон садится. Я люблю недельные луки. Я поняла. Буду снимать. Я забираю детей и едем домой. Спасибо, что были со мной. Сегодня буду монтировать видео. Нет, убежала. Я тоже убегаю. Сегодня буду монтировать для вас видео, чтобы завтра вышла на канал. Я в лавине. Дочитала Шандарам? Нет. Надо. Надо его добить, как говорит. Все. Всех люблю целую. И до нового эфира. Пока. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok